Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами огромная мотивация на уборку. Это видео такое длинное, насыщенное. Я думаю, что оно точно должно вас мотивировать на уборку. Также на хорошее настроение будем с вами разговаривать, общаться. И давайте приступать к уборке. Приятного вам просмотра. Первым делом я хочу сделать что-то приятное для себя. Я наливаю вкусный кофе с пенкой и шоколадной крошкой. И вам тоже советую взять чайочек, либо что-то вкусненькое, потому что видео будет долгое. Напитываю с чем-то красивым, смотрю все цветочки и принимаю за работу. Сегодня я хочу приобрать летнюю осеннюю обувь, которую уже не будем точно носить. Убираю я пока что в пакеты, потом, когда появится подходящая коробка по размеру, я туда сложу обувь и уберем, скорее всего, в гараж. Но это еще не точно. Все отношу пока что в нишу. Там у нас какой-нибудь, знаете, склад временного хранения. И там складываем, достаю пылесос и пылесошу все то, что у меня рассыпалось обуви. У меня много песка обычно сыпется. И заодно пропылесосила коврик прихожей и саму прихожую. Немногим ранее я кипятила тряпочки, которые используют для оборки, полотенчики. И теперь вода остыла. Теперь я могу отжать немножко и поместить в стиральную машинку, чтобы стиральная машинка хорошенько простирала. А воду, которая у меня осталась, я не буду просто так выливать, а злю в унитаз. Потому что я использовала и отбеливающие средства, и чистящие. И как раз это очень хорошо помоет мне унитаз. Заливаю оставшуюся водичку. И затем буду наносить средства для мытья унитаза. Все как обычно, все как у всех. Только у меня очень печаль в том, что у нас летает очень жесткая вода. И унитаз буквально за день-два становится черный. Вы всегда приходите его мыть, каждый день. Но не каждый день я использую чистящие средства. Но тем не менее, какая проблема у нас есть. Собираю сухие вещички. И сейчас буду принимать, замыть ее самой ванной. Два перчатышка. У меня тут дежурные перчатки для унитаза есть. И для других мест. Просто для мытья. Они у меня разные, причем у меня есть такие классные перчатки, которые хорошо держат теплоту. То есть можно прям в кипятке иметь работать. Сейчас мыю ванну при помощи пласти мистик. Мне нравится она тем, что она не вынючая. Наоборот, очень вкусно пахнет лимончиком. И в нашем случае отлично все отмывает. Я помню, что кто-то из подписчиков с ней писал, что пласти мистик это одно и то же, что и какое-то средство, которое подается в масс-маркете. Но я не хранила название. Я теперь не знаю, какое это средство. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста. На днях я все мыла под ванной. У меня там и пылесос прошелся. И у нас под ванной лежит плитка, видать запасная, либо лишняя осталась. Я все равно ее храню. На случай, если какая-то плиточка у нас воскользится, что можно было ее заменить. И вот она сейчас вся в пыли. Я ее помыла. И дальше намываю свою ванну. Также я хочу напомнить вам, чтобы вы подписывались на мой влоговый канал «От инвалидности к счастью». Там видео выходит намного чаще. Почти что каждый день. Обычно я не выпускаю видео тогда, когда выходит видос на «Включаю рюк». В общем, там видео чаще. Там больше жизни, чем уборки. Поэтому вызываю вас подписываться и на тот канал тоже. Так, я быстренько помыла ванну. И пылесос у меня постоянно что-то зажевывал. Мне приходилось бегать туда-сюда, его спасать. Он такой маленький, что он везде пролазит. С одной стороны, это очень удобно. С другой стороны, я не привыкла, что можно подлезть туда, где обычно большой пылесос не лазит, и что-то зажевать. Вот, он присосит. Я мою унитаз. На средстве Сонокс написано, что не больше пяти минут нужно держать. Здесь унитаз гель, я ж не помню, какой средство. Я помню, однажды, я забыла смыть это средство с унитаза, и потом, когда начала смывать, у меня тканчик как красился голубым цветом, такое чувство, как будто разъел унитаз. У нас в ванной комнате перегорела одна лампочка, поэтому качество видео желает лучшего. Извиняюсь за такой трабл, но вот так, это жизнь, ничего страшного. Думаю, вы потерпите немножко такого не особо качественного видео. Я одержу мою раковину тоже теми же средствами, и будем с вами сейчас приходить в другую комнатку убираться. На блоговом канале я уже показывала, что я наконец-то подшила свои шторы, и рассказывала свои эмоции, о том, как сильно я боялась это сделать, показывала свои руки, которые пачкает мне карниз. Карниз просто ужасный, и все это я показывала на блоговом канале, я тут так немножко покажу, и на блоговом канале показывала только одну штору, но я еще доделала и вторую, только ее не подшила. Для меня это так необычно, так непривычно, и немножко даже как-то горжусь собой, что я все-таки пересилила себя, свои страхи, свои неумелки, и все-таки подшила шторы, взялась за шитье, потому что я об этом мечтала сам, ответственностью шить для меня, именно шитье, именно создание чего-то, особенно если это одежда, была каким-то просто сокровенным, идеальным, я сказала, что только избранные могут заниматься шитьем. Я читала ваши комментарии под видео, где я показывала рум-тур нашего дома, и многие писали, что у нас все шикарно, и только это вопрос времени, что мы все доделаем просто попозже, и мне было так приятно, потому что часто люди пишут, что она там для того не доделана, для того не доделана, а тут наоборот была поддержка, о том, что мы все сможем, все у нас получится, и это было очень приятно. И сейчас один из этапов, это шторки, причем так получилось, что я подшила шторы, и здесь, и на этом окне, и на другом окошке, и отрезками, я пошли еще на третье окно, которое я покажу попозже. Пока я буду подшивать вторую шторы, предлагаю вам послушать музыку, немножко потанцевать, кому захочется. Субтитры создавал DimaTorzok Это что за зверь, мне тут помогает работать. Что за зверь такой пушистый? А? Зверь пушистый. Рассказывай. Томик. Томик. Хорошо, что на этой ткани не остаются следы когтей. Шторы это с сайта TomDom. Блайкаут. Классный. Я довольна. Знаете, изначально я хотела в шторе лен, но я так поняла, что пока что, пока Томик маленький, он не наученный нормально себя вести со шторами, и вообще, в принципе, у нас штор не было, и не знаю, как тихо бы себе было. В общем, вот это самое лучшее решение, потому что реально царапинки никакие не остаются, и они там опираются с этими шторами, шторы нахуй быхные. Сейчас с ними хорошо. Сейчас я их подрежу. Надеюсь, я не слишком коротко вот эти режу. Все, шторки отрезала. Там Томик играется с игрушками, конечно. сам. Люблю, когда они с вами играются. И пока что, не буду поджевать, потому что я переживаю, что мне не хватит никишки в челноке, в швейной машинке, а я сама не смогу нормально намотать ниску. Я уже подзабыла, как это делается, а то я уже ни разу этого не делала. Буду ждать маму в конце недели. И она мне поможет. Пока что так повешу. Одну часть столицы я сюда повесила. смотрится очень хорошо. И правильно, что вытягивается от ритки на помещение, тогда шторы идут от самого потолка. Дальше тут куплю кадрик сюда подвесил, и все будет выше. И получается, что потолок будет кататься все выше. И вторую тоже, наверное, можно сочтем вместе, чтобы они были, чтобы все окна закрывало. Морешимная идея такая, чтобы на одну гардину повесить вот эти шторы получается вот так и тюль легкую-легкую. То есть, когда день будем отодвигать, будет здесь стулья сеть. А когда ночь, хочется будем сдвигать и закрывать шторами окно. Такая дома, особенно на кухне, просто какой-то коллапс, серьезно. Стелла поставит щельную машинку, все сразу закромоздилось так. Надо будет убираться хорошенько, и не мусорить, убираться сразу за собой. Честно скажу, просто-напросто не было силы. Убираться просто, ну, просто не было сил, что тут еще говорить. Вот она, посуда вся осталась вчерашняя. Еще сегодня я смотрю, что вот этот кусочек идеально по высоте подходит в нашу ванную. У меня теперь дилемма, может, материально включить сюда, потому что типа длиннее не подойдет. Нам, блин. Попытка была хорошая. Типа вот так вот. Вот что-то типа такого. Естественно, тут надо будет шить. Даже, наверное, маму попрошу, я что-то не знаю, смогу ли я ровно, красиво шить ровной строчкой. Вот, мне кажется, интересно будет. И подлиннее ничего не нужно будет подшивать, прям идеально. Тем более, если мы будем подвешивать, то вообще хорошо будет. Я прям довольна. Из двух штор получилось три шторы из двух. Получится из одного карниза три карниза у нас получилось. В общем, экономия сплошная идет. Здорово. Очень рады. Сейчас боков смешу, но сначала сделаю фотографию к маме. Так, вот тут я протерла карниз и муж предложил ГБЛ лаком покровом грань лаком будет стираться даже скотчем вылепить его, чтобы она не пачкала. Вот, и у нас уже тут только ГБЛ у нас уже начинает болтаться. Вот, попадает, может, потом покрепче сделать, но пока что я так повешу. Он сейчас работает допоздна, поэтому нету силное вот это дело. Вот, так, сейчас повешу и будет хорошо, красиво. И знаете, пока я тут все убираю, сейчас смотрю, что у меня очень много паутины по дому. Там очень-очень много. И мне нужно будет это все убирать. потому что я не хочу, чтобы у меня было дома пыльно, но у нас предосположенность к астме, предосположенность к пыли и переносимости, поэтому не буду я испытывать свой организм, на пыль просто уберусь и будет мне счастье. Ну, вот и все. Теперь осталось только повесить шторки и все будет замечательно. И так интересно, что когда повесила шторы, реально, хоть что-то какого-то они всегда у нас были здесь. И просто пришло время, я раньше не хотела шторы, вот серьезно, просто не хотела. Даже вешала их. У нас были шторки, я их снимала, потому что мне не нравилось, не хотелось. А сейчас самый раз. Вот и все, я повесила, если честно, даже буду смотреть вниз. Как там у меня получилось? Я переживаю, сейчас пойду смотреть. О, надеюсь, все хорошо сделано. так, ну что, с этого ракурса нормально. Видите, мусор? Чурак, это и перевернули мою орхидею. Паразиты маленькие. Сейчас пройдемся, посмотрим, как с этого ракурса смотрится. Вообще хорошо. Вообще идеально, кажется. Чуть-чуть реально подождется, будет покороче, чуть-чуть. Вот так? Мне кажется, все. Хорошо, хорошо будет. Все классно. Здесь подать маленько будет. Тоже красивенько. Не было, так будет. Ага, вот планирую, чтобы у меня была. Все, решила сдуть этот мячик для фитнеса. Что-то я пользуюсь раз в неделю. Глаза назолит, место занимает. Задуваемся. А еще периодически достил свой мыщик окон и запускаю мою окна при помощи него иногда тряпочкой, иногда им. Но в этот раз я хотелось именно им, чтобы запустить, не париться, пускай он сам там моет и буду разбирать вещи на диване. У кого маленькие детки те понимают, то что детка любит смотреть в окошко и постоянно ручками все трогать. Хоть конюшке уже пять с половиной лет, но все равно он постоянно пачкает окна. Ну, что, признаюсь, я тоже иногда толпом брусь, то еще что-нибудь такое смотрю в окно или там руками пачкаю. А я очень люблю чистые окна, люблю, когда они, когда их вообще не видно. Если все сделает впечатление, что окон нет, стекол, то это все идеально. Даже хочу поделиться с вами своим успехом. Помните, много видео назад я говорила о том, что я стараюсь разбирать вещи сразу после сушки, что мне надоело, когда у меня скапливается огромная куча белья, потом час-два это все приходится разбирать. И сейчас я хочу наконец-то сказать, что да, вроде бы я уже справилась с этим делом, и у меня сушится белье, я сразу складываю, иногда даже прям с вешалки беру, прям отношусь сразу же на место. И кучки возникают, но совсем-совсем маленькие, которые буквально минут пять, и этой кучки уже нету. Ура-ура, это просто прогресс, кто сталкивался с таким, тот меня понимает. Я беру своего робота и иду на кухню, там я буду гладить, и заодно он будет мне шуршать, мыть окошко на кухне. Продолжение следует... 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 где мальчик-инвалид и мама старается жить обычной жизнью, тоже иногда смотрю, но не всегда. Вот так. Скорее всего, это связано с тем, что я сейчас энергетически не такая сильная, как обычно, и физически тоже, и хочется смотреть на какие-то положительные истории, на что-то позитивное, хорошее, чистое, доброе, и поэтому я осознанно либо неосознанно выбираю именно то, что не будет меня грузить, а наоборот будет подписывать, давать энергию, и чтобы не было чувства вины за то, что там что-то не добилось, либо что-то там не доделала, не сделала, а вот так, что-то лёгкое, позитивное, это да, это меня сейчас мотивирует и даёт сил. Также мне немножко грузят каналы, где очень много идёт покупок, таких, знаете, когда видно, что человек покупать необдуманно, и здесь всё, купи-купи-купи-купи, мне вот это немножко раздражает. Мне больше нравится, когда человек имеет какие-то ресурсы, эти ресурсы преобразуют и получается что-то классное, красивое. Ну да, там можно что-то докупить, да, чтобы был декомплект, но не так, чтобы прям всё-всё это покупать. Скорее всего, я понимаю, с чего у меня такая реакция, потому что я сейчас сама не могу многое покупать, скорее всего это типа идёт как зависть, да, то есть я не могу купить, они могут. Возможно так, это у меня это ца, а возможно просто во мне живёт минималист и экономист, который хочет, чтобы все ресурсы были как-то употреблялись разумно, а не так, купил-выбросил, купил-выбросил. Вот это меня немножко вручает, когда идёт такое неосознанное потребление, совершенно неосознанно, мне вот это немножко жалко. Вот такой у меня тут беспорядок на кухне, сейчас мы будем всё это исправлять. Всё, по-моему, почистить будет просто кристальная чистота. Такое бывает у меня нечасто, но бывает, что-то поделать. Кстати, я вспомнила ещё одного блогера, которого я стала смотреть каждое видео без пропусков, это Алина Лайфстайл, да, где-то видео, ну, после развода я начала смотреть каждое видео, и мне радостно от того, что у неё всё хорошо, и она зацвела после развода, и видно, что прям груз души спал, и это прям радостно. Напишите, пожалуйста, кого вы смотрите, кто не грузит вас, а наоборот вдохновляет, мне очень будет полезно почитать, может я кого-нибудь для себя возьму на зиметочку и тоже буду смотреть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Тут у нас с Вамишкой были игры с водой, с машинками, очень полезно, интересные занятия дремать фишек. Убираю противень, и будем делать перчаточки. Но, прежде чем надеть перчатки, я смазываю руки кремом, чтобы у меня два в одном было лечебное действие и защита ручек. Многие меня спрашивали в комментариях, откуда я взяла белые перчатки. Я сначала не поняла. Кажется, что реально люди ищут белые перчатки и не хотят покупать сильные. Знаете, я покупала в обычном магазине, там, где ищут перчатки, и даже не думала, что белые перчатки – это ценность. Поэтому просто ищите в обычных магазинах, либо, если вам принципиально важны белые перчатки, то можно, думаю, пускать на лобберис и заказать сразу же штучек 10, чтобы было дешевле. Помимо аборта я хочу ещё заняться готовкой, буду делать хлебушек. Я его делать буду из окваски. Единственное, я, видать, я слишком рано это сделала. Нужно было ещё днёк подождать, и она у меня получилась не слишком сильно. И хлеб у меня не подошёл, так как должен был подойти, плюс я ещё поторопилась. Ну, как обычно, в этом всё я. Постоянно спешу, постоянно хочется что-то быстрее, быстрее сделать. Нету вот этой выдержки, чтобы довести начало до конца и сделать хорошо. Вот. Кормлю свою закваску мукой и довожу опару на хлебушек. И ещё отвечу на один вопрос. Спрашиваю, почему я перестала снимать на канале Кукурухня САС. Потому что у меня просто не хватает на него сил, времени и, в принципе, энергии. И я уже не верю в кулинарию, что я смогу пробиться в этой сфере. Я очень долго снимала туда и не добилась ничего на этом канале. Поэтому я лучше буду совмещать готовку и уборку на этих двух каналах. Я хочу люди на инвалиднике. Но также я хочу отдельные рецепты иногда туда записывать. Но всё до этого не доходят руки. То есть канал Кухня САС, она больше как моя личная записная книжка с рецептами. Я сама туда захожу, сама смотрю рецепты, которые мне нужны. Тот же, там, апельсиновый кекс, либо ещё какие-то блюда. И захожу, смотрю рецепты именно там. И вот чисто для себя и для кого реально нужны такие рецепты, я оставляю этот канал. И вести, развивать его я не вижу смысла. Потому что я реально, я всё, я сдаюсь по поводу кулинарии. Пока что я не могу. А также я хочу помыть вот эту полочку. Она у меня, как видите, грязная. Я очень часто пользуюсь специями, каждый день, естественно. И уже видно, что загрязнилась полочка. До конца я её разбирать не буду, потому что там всё чисто. Вот так вот чисто, где я её пользуюсь, там и загрязнилась. А также нашла 4 ёмкости, которые пустые, я не использую. И уберу отсюда, чтобы не загромождать пространство. Всё, возвращаю обратно. Мне и так удобно. Вот пока что это самое идеальное хранение, которое у меня было. Пока что меня всё устраивает. Что будет дальше, я не знаю. Также я решила помыть отлично, только хорошенько с полешницей. Убираю всё лишнее с неё. Отодвинула микровновку. За микровновку, за микровновку. Вот что творится. Обычненько убираю щёточкой, совочек. И затем буду протирать обычной тряпочкой. Сейчас меня больше привлекают простые какие-то средства. Обычные тряпочки, обычные там совочки, венчики. Вот реально я подустала от чего вот этого нового. И хочется просто вот обычное какое-то спокойствие. Обычного умиротворения, а не каких-то ноу-хау. В общем, мне нужно в горы, видать, на месяцок, чтобы перегрузиться, видать. Сейчас я нахожусь в прихожей. И я хочу убрать всю летнюю обувь, которую вы видели в начале. Я это немножко поменяла местами сюжеты. Вот здесь сейчас буду убирать обувь. И хочу потом покрасить эту этажерку для обуви в беленький цвет. Если честно, я думала, что мне хватит сил сегодня её покрасить. Но нет, не хватило сил. Ещё видео я снимала три дня. И работа много осталась за кадром. Но ничего страшного. Главное, что у меня дома чисто. А вы смотивированы на уборку дома. На последний день уборки у меня стало самое сложное. Вот не хотела я приступать к этому делу. Здесь у меня мусорное ведро. И ещё самое страшное, здесь клей от липучки. И потом расскажу, какое. Вообще, нужно тут убрать бумагу, убрать в баню. Нужно будет просто в пакет сложить. Я скидывала такой же мусор, который состоит из бумаги. Который можно сжечь. Какие-то палочки. Просто уберу в пакет. Но это по обуви легко делается. Самое сложное, это оттереть липкий слой. Когда у нас бегала крыса тут по дому, мы её ловили при помощи клея специального. Клей-ловушка для горзунов. Вроде бы всё приходили. Вроде бы там всё было нормально. Но всё равно клей просочился. И измазала всю поверхность. И вот эту полочку. И теперь на этот клей, естественно, налип мусор. Я уже протирала эту полочку. Но всё равно не до конца видать. И часть была клея на ведре. И сейчас мне прийти всё так хорошенько помыть, чтобы уже больше к этому вопросу не возвращаться. Честно скажу, не хочется. Но есть такая замечательная поговорка. Дай руку осилить идущий. Поэтому приступаю. Ох, я себе не видела. Не знаю, когда бы я ещё приступила к этому делу. Просто мне лежит душа к этому. Для меня это немножко неприятно. Мне фуге, скажем так. И вообще, в принципе, вот этот эффект мне ужасно не нравится. То, что там дырка не закрыта. И закрыть меня не может, потому что на коммуникации. Но всё-таки как-то немножко заделаем. Более прилично. Но всё равно будет не так, как я хочу. Я специально надела перчатки, которые мне не особо жалко. И знаете, я не прогадала. Этот клей начал прилипать к перчаткам. Я специально взяла вот эту металлическую щёточку, губочку. И тоже её буду выбрасывать. Она у меня уже старенькая, начала ржаветь. И вот прям, вот серьёзно, я это не зря сделала. Потому что всё это прилипало именно к ней и к перчаткам. Также клей попал и на дверцу. С дверцами очищается немного легче. Потому что она, видимо, более скользкая. Вот эта дверца в поверхности, чтобы я вообще влёгкую очистилась. Следующими этапами я взяла губку. Которую тоже буду выбрасывать после мяча. Это из зоны жилей. Прошлась по-моему, хозяйственного мыла. Смотрите, сколько грязи тут, вообще ужас. И, конечно же, после того, как я всё это почистила, я буду мыть на чистую, потом просушивать. И, знаете, вот доделала, делала. Думаю, блин, ну почему же я раньше этого не сделала? Чего я там так не хотела, боялась, сопротивлялась? Это раз-раз близненько всё и сделала. Я полезла за сухой тряпчикой. И обнаружила, что Винюшка, когда пользовался водой, и даже что-то наливала, что-то делать такое непонятное, и вылетелись в этом отсеке, у меня оказалась куча воды. И мне захочется вовремя. Я заметила, что там ничего не раскисло. На сне очень качественная кухня, и каждая капля воды, она играет злую шутку с нашими фасадами и с этими полочками. Поэтому я быстренько всё протираю. И хочу, чтобы я вовремя заметила. Вот и всё. Субтитры делал DimaTorzok 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 Видите за путney Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И вseen break Субтитры делал DimaTorzok Хи-хи-хи Кстати, я щас хочу зажать свечку Ой, это вонюшка, чё-то нахимычная Хи-хи-хи И хочу разобрать Карандаши, все вот эти вот Филмастеры Что-то, не знаю Покупаем достаточно много Но они плохие Метод такого, чтобы Вебенок прыгал карандашиком И яркий свет остался чёткий Все какие-то, знаете С усилием Нужно хорошее усилие предлагать Чтобы Что-то навзывалось Я рисую топов в видео, когда именно Писать А писать сложно такими Потому что щас буду Разбирать Что-то без колпачков Таких карандаши вообще не Ломаются Внутри Вот это пали пару раз И всё Так, я его сейчас вывалю И сюда сложу Те, которые Остались Кстати, был вопрос по поводу садика Почему мы сейчас не ходим в садик То есть, Вонюшка Я-то давно уже отходила садик свой Вонюшка сейчас не ходит в садик Потому что у нас была поездка в Донегорск И в этот период И чуть попозже Очень массовое Заболевание Деток Пошло в нашей группе И воспитательница Прям просила Чтобы Если есть какие-то Недомогания у детей Чтобы выставляли Детей дома И сейчас я смотрю Что вот этот наплыв Заболевания Спал И В принципе, можно было бы Пойти в садик Хоть сейчас Но нам теперь Нужна справка Потому что Вонюшка здоров И только После этого Мы сможем Попасть в садик А чтобы получить прав Вот естественно Нужно записываться И Идти Сдаваться Ну, скоро мы это сделаем Скорее всего Вонюшка уже Хочет в садик Я тоже уже Маленько подостала с ним Вот Сейчас я делаю зарядочку Частенько так прыгаю Чтобы Размяться Ха-ха-ха И просто Чтобы поднять себе настроение А теперь я хочу Отмыть фасады На кухне Это у меня зона Где плита Буду пользоваться Разными средствами Сначала Начала делать Прим диском Просто на воде Вроде Начала тщеток Грязь Большую И я вспомнила Что мне Подписчики И говорили Что можно Хорошо отмывать По помощи губками Роминовой И я решила Попробовать Знаете Поначалу Мне даже Стало нравится Мне показалось Что жир начинает скатываться Я тоже Приблизила к камере Чтобы посмотреть Эти катышки А потом Для меня дошло Что это не жир скатывается А губка Такая Блазит И получается Что жир остается на месте А губка портится И стачивается Как поныждачки Конечно Когда мы покупали Панели Я знала Что будет Такая Песня С проблемной Мойкой Но Мы решили Что-то сделать Это лучше Чем Просто Стена Которая ГВЛ Которая Уж точно Не отмытая У нас такие Желтые пятна Были Такие Липкие И Жирные Которые Точно Отмываются Даже Красками Замазываются Конечно Я все-таки Убежна Что лучше Стекла Либо Плитки Нету Ничего И Изначально Мы хотели Сюда На кухне Делать Плитку Такую Большую Белую Плитку Где-то 60 на 60 Или 50 на 50 Сантиметров Но мы Такую Просто-напросто Не нашли Что просто Была белая Белая Нумитазного Цвета Красивого Симпатичного Цвета Не было И Реально Мы не нашли И Тоже Почитали Что на нашей ГВЛ стены Скорее всего Было бы Течеловато Но это же не факт Но факт в том Что мы не нашли Даже Именно Белую Плитку И Стекло Когда мы начали Считать Сколько это нам Обойдется Вокруг кухни Оказалось очень дорого Поэтому решили Просто покрасить Белый цвет И все На этом Сейчас у нас Такие пластиковые Панели Вообще по-хорошему Нужно Зону готовки Чем-то Сделать Чтобы Уже не так сильно Пачкалось Ну это тоже Вопрос Времени И денег Конечно Сейчас я мою Плиту свою И Давно я не мыла Так тщательно Просто Здесь смахивала Тряпочка Чистенькая И все Так чтобы основательно Хорошенько Отирать на лед Я давно Этого не делала И конечно же Пожалела об этом Потому что Отирать пришлось Очень тщательно Долго И мучительно Да Оба Искрепция Хороши И губка И диск Но когда Этру губки Роздаётся Такой дикий Писк Кот испугался Он аж вздипился Аж вздипом стал Сам колесом Спиной И вообще Такой Испуганный Манюшка прибежал Со второго этажа Говорит Мама Что это за звуки такие Мама 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 Продолжение следует... 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 Осталось только медленном, хочу помыть, а за нее я не добралась в холодильник, не дам, но мы в общем-то довольны. И единственное, что у меня выложит, это скотч. Сейчас покажу. У меня здесь и скотч малярный, и такой поролонистый скотч, я не могу его ничем оттереть, то есть он прям как будто объялся в пластик. Но его нужно будет снимать, потому что мне кажется, если бы смотрится, что это дело... О! Оторвался кусочек маленький! Ну, в общем, нужно постараться тут. А, нет, липкий слой остался. Я уже обрадовалась. В общем, нужно что-то с этим делать. Вот он, что-то не отливает. Может, как раз вот этими щетчиками, которые я сегодня очистила. Получится все это тереть, либо маслом попробовать. В общем, кажется, тут мне перетереть надо будет. Ну вот и все, я буду заканчивать свое видео. Хотя я начала гордить с этой тьмой. Мне кажется, еще на 10 видео вперед, у меня контенты есть. Ну, я уже буду заканчивать это видео, где это нам понравилось и смотивировало вас на обзорочку дома, чтобы приятно провели этот час со мной. И мы с вами будем видеться в субботу. В субботу выпущу видео с музыкой. Вот, сейчас покажу, что у меня получилось в итоге. В принципе, не так видно. Чистота, красота, я очень довольна. Все чистенько. Зрители на влоговом канале давно видели мой огородик на окошке. Здесь мои помидоры растут. И эта земляника, она уже отцвела, но у меня такое чувство, как будто ягодки не завязались. И они очень такие крохотные. Просто будем наблюдать дальше. Также у меня тут отцвела клубничка. Ну, вы видели в начале видео. Нужно вообще исполить все это. Просто когда работает лампа, то поливать нельзя, чтобы я желтого не было. Скоро идет полидорчик. В общем, жизнь идет. Принципе он спереди может, не знаю, просто самосильненько. Вот такая. Такой уже ногород. Эта зона прям вообще хорошо. Получается. Чисто. Еще нужно будет отмывать вот эту комфорку. Не до конца ее отмыло. А так все хорошо. Чистенько, красивенько. Стены тоже, наконец, все отмыло. Осталось только медленок еще помыть. А до нее я не добралась. Хлебник не дал, но мы в общем прям довольны. И единственное теперь, что у меня выложит, это скотч. Сейчас покажу. Скотч малярный. И такой поролонистый скотч. Я не могу его ничем оттереть. То есть он там как будто объелся в пластик. Но его нужно будет снимать, потому что мне кажется, если бы смотрится все это дело. О! Оторвался кусочек маленький. Ну, в общем, нужно постараться тут. О! О! А, нет. Липкий слой остался. Я уже обрадовалась. В общем, нужно что-то с этим делать. Вот он там не отливает. Может, как раз вот этими шертиками, которые я сегодня очистила. Получится все это тереть. Либо маслом попробовать. В общем, кажется, тут мне это перетереть надо будет. Спасибо всем, кто был сейчас со мной. Сейчас буду монтировать видео, продолжать. Буду заниматься по ходу дела. И знаете, когда я монтирую, и там идет какой-то трек. Буквально секунд 15 бездействия моего. Я в предпросмотр делаю. Я что-нибудь отпускаю, либо прыгаю. И чтобы не застаивалась у меня кровь в организме. Я вот что-то могу пытаюсь как-то себя в активность привести. Потому что я реально. Пантажировал монтирую, пантажирование шеи. Позвоночник, спина. В общем, надо менять. То статическая, то активная, то курсивная деятельность. Вот. Все. Буду окончить это видео. Спасибо всем, кто был сегодня со мной. Мы с вами увидимся в следующем залпе на влоговом канале. Все. Всем пока-два. Для кого блинчики печешь? На папу. Угу. Давай-давай. Ты знаешь, что папа любит блины. Да-а-а. Что? Я тоже так хочу блины. Молодец. Смотри, как красиво у тебя блин получился. Да-а-а. Какой-то вкусный. Угу. Соль, сахар. Достаточно на секунду? Угу. 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 Немножко соли нужно. Соли нужно? Немножко. Угу. 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 Вот так. Не сгорел. Угу. 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 Больская ложка. Угу. 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 Поехал! Что же? Вкусно! Ммм! Смячно! Угу